Югра направит федеральным властям предложение включить пациентов с орфанными заболеваниями в специальный регистр, по которому им бы закупали препараты, необходимые для жизни за счет госказны. Об этом журналистам рассказала сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Лариса Белцерковцева. Этот вопрос подняли в части обсуждения льготного лекарственного обеспечения. Есть список нозологий, по которым покупают медикаменты. Часть оплачивает федеральный бюджет, часть региональный. Орфанные заболевания – это редкие и генетические. Зачастую нужный диагноз отсутствует в списке, по которому положена закупка препаратов и их предоставление за счет государства. Так, например, было в случае с оргутянкой Инны Становой. Единственная в Югре – она страдает болезнью помпи. В организме девушки отсутствует особый фермент, из-за которого мышцы тела постепенно разрушаются. Вылечить заболевание нельзя, но можно приостановить его течение. Для этого был необходим единственный в своем роде препарат «Майозайм». Стоимость годового курса – несколько десятков миллионов рублей. Лекарства в итоге Инни купили за счет регионального бюджета. Лариса Билцерковцева отметила, что пациентов с орфанными заболеваниями необходимо передавать в федеральные центры. Также она рассказала, что ОНФ будет собирать отдельные совещания по препаратам, которые положены людям со злокачественными опухолями. Те нормы и документы, которые работают сегодня, зачастую усложняют и затормаживают процесс. А при онкологии счет может идти на дни. Те нормы, которые сегодня сделаны федерацией, они абсолютно не подходят для отдаленных территорий. Ну, например, вот недавно прозвучала жалоба, в которой мы участвовали в Общероссийский народный фронт. В СУСВА там нет ни стационара, там нет и те нормы, которые федеральные существуют. Мы не имеем права там лечить пациента. Мы его должны лечить в онкологическом отделении. А это онкологическое отделение в городе Ханты-Мансийске, но для СУСВА. Специалисты от здравоохранения и Общероссийский народный фронт в Югре разрабатывают свои предложения по маршрутизации и диагностике пациентов со злокачественными опухолями. Они считают, что в основу работы с такой категорией людей надо закладывать геомедицинские карты отдельных регионов. Только так пациенты смогут получать необходимые препараты как можно быстрее. Вот эти вот сплошные, я называю это тромбами в маршрутизации препарата и пациента сегодня существуют. Это то, что сегодня мы вот сейчас предлагаем региону. Понятно, что Министерство здравоохранения будет принимать решения, но все-таки сегодня регион должен принять свои решения. Между тем, сегодня во всем мире отмечают день борьбы с онкологическими заболеваниями. Количество больных с диагнозом рак в прошлом году выросло и в Сургуте, и в Сургутском районе. Об этом съемочной группе нашего телеканала рассказал Алексей Аксарин, заведующий онкотделением СОКБ. В городе врачи выявили 1089 новых случаев заболеваний. Это почти на 250 больше, чем в 2018. В соседнем муниципалитете количество больных выросло на 50 человек. У населения Югры стали чаще выявлять злокачественные новообразования. Также стало больше пациентов, которые приезжают в наш округ, чтобы лечиться. По локализации наиболее распространен это рак молочной железы. На втором месте это рак предстательной железы. На третьем месте это рак легкого. На четвертом рак толстой кишки. И на пятом месте это рак кожи. Для борьбы с онкозаболеваниями Сургутская окружная клиническая больница постоянно совершенствует свою материально-техническую базу. В конце прошлого года хирурги начали оперировать больных со злокачественными опухолями при помощи нового лазера. Установку в основном применяют при раке органов головы и шеи. Ее высокая точность позволяет врачам проникать даже в труднодоступные места, при этом практически не повреждая окружающие ткани. В 2020-м онкологи планируют получить большой новый комплекс патологоанатомического оборудования. Оно необходимо для верификации. Только при помощи таких исследований можно с точностью сказать злокачественная опухоль или нет. А уже этой весной специалисты хотят сыграть новоселье. Центр амбулаторно-поликлинической помощи, который начал работу в августе, переедет на улицу энергетиков. Сейчас он базируется на студенческой 14-1. Уже приобретено здание для нашего учреждения. Это вот такое стекляно-красивое здание на территории больницы, в котором будут размещаться в частности и Центр амбулаторно-онкологической помощи. Надеемся, что это где-то в апреле-май произойдет уже. И наши пациенты, в том числе и не первично выявленные, а которые и стоят у нас на учете, будут приходить уже в хороших условиях получать помощь от нас.